В Чехии резко возрос интерес к русскому языку. В 90-е в этой стране он был исключен из школьной программы, а теперь по популярности даже обходят немецкий и французский. Несмотря на всю сложность языка, изучать русский стремятся многие чешские школьники. С чем это связано, Людмила Моисеенко попыталась узнать у самих учеников и их преподавателей. Второй иностранный язык — обязательный предмет на выбор — немецкий, французский или русский. Последний повсеместно в школах стали предлагать к изучению недавно. Ученики проявили неподдельный интерес. Русский у школьников из Чехии становится популярным не только потому, что он из группы славянских, похожий на родной. Азбука, так называют здесь кириллицу, для всех сложная. Но они усердно исправляют ошибки, уверяя, что это им пригодится в жизни. Я выбрал русский, потому что это перспективно. Связи между ЕС и Россией с каждым годом крепнут. Учить русский мне посоветовал мой отец. Он работает в аэропорту в отделе доставок и как раз имеет дело с заказами из России. Кстати, мои родители оба знают этот язык и они помогают мне его учить. Те, кому за 35-40, еще помнят русский. В чехословацких школах он был единственным иностранным языком до начала 90-х. Потом его убрали из программы, заменив английским. Гимназия в небольшом городке Слана вернулась к изучению русского языка 15 лет назад. Одной из первых после бархатной революции, вопреки общественным настроениям того времени. Воспитанники этого учебного заведения становились победителями международных олимпиад по русскому языку в Москве. Вести вновь программу «Русский» в этой гимназии предложила Ольга Микова. Внучка эмигрантки из России просила директора Изабыча попробовать. Со своими учениками говорит не только на языке Толстого и Пушкина. Иногда и такое себе может позволить. В Праге в первой славянской гимназии нет отбоя от учителей, желающих подтянуть русский. Регулярно здесь проводят семинары профессора из Москвы. Интерес студентов превышает, например, интерес французский язык, потому что я тоже преподаю французский. Илона преподает в спортивной гимназии. Всё свободное время её ученики проводят на льду, но учительницу не подводят. Меня зовут Пётр Литера. Я играю в хоккей. Я учусь по-русски три года. Мне нравится этот предмет. Главный тренер городской хоккейной команды выбор своих подопечных одобряет русские для чехов основные соперники. Нам импонирует и русский язык, и русская сила. В хоккее мы должны постоянно совершенствоваться. У нас есть свой путь, но и у вас мы тоже учимся. Желающих учиться русскому языку в Чехии в последние годы прибавилось заметно. Ещё в 2004-м этот предмет выбрало 10 тысяч школьников. В этом году почти в шесть раз больше. Людмила Моисеенко, Вячеслав Муратов, Первый канал, Чехия.